Космополитен 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 Многие еще называют конкурентом журнал «Мэри Клэр», журнал «Эль», но это, если вдаваться в подробности, не совсем корректно, наверное, да, но что-то, какие-то пересечения, безусловно, у них есть. Так вот, как ему удалось стать таким массовым, и что же такое он рассказывает, что не рассказывает все остальные? Наверное, журнал «Космо» первый позволил себе вот разговаривать с женщинами от тех самых, ну, давайте скажем так, феминистских, у нас слово «феминизм» в России не очень любят, да, я прошу всех понимать меня правильно, когда я говорю «феминизм» или «феминистка», это не означает, что она считает себя главной в этом мире и не представляет своей жизни с мужчиной, это не так. Просто это самостоятельная женщина, которая готова работать, готова добиваться чего-то в карьере, занимается собой, саморазвитием, улучшением, я не знаю, там, заботится о своем образе жизни и прочее, прочее. Она принимает решение, то есть она старается не существовать в контексте того, ну, что ей навязывает общество, когда правильно выходить замуж, как с кем правильно встречаться, с кем неправильно встречаться, как себя правильно вести, как правильно одеваться и так далее. Вот, пожалуй, эта женщина, которая четко понимает свои границы, свои права, свои возможности, свои желания, вот ее я и имею в виду, когда говорю «феминистка». В общем-то, журнал сделал следующее, он поставил в центр своей вселенной не селебрити, которых мы так часто видим на бложках журналов, и не, например, какой-то предмет, это там, может быть, мода, или путешествие, или там, просто карьера, или красота, а он сделал центром этой всей космо-вселенной женщину. Именно этим обуславливается все то, по каким канонам существует этот журнал, а их, ну, в общем, довольно много. Потому что, ну, бренд-бук журнала, на самом деле, я отдельно скажу о том, что вообще глянцевая журналистика, несмотря на весь скепсис, я не знаю, если здесь есть студенты факультета в журналистике или будущие студенты, которые будут сталкиваться с тем, что, ну, глянцевая журналистика, это же не журналистика, господа, что же там писать, это же все несерьезно. И, наверное, ну, как-то с этим, если вы приняли решение идти по этому пути, с этим нужно смириться, раз вам всегда будут постоянно говорить, просто решить, что вот вам нравится этим заниматься, вам приносит удовольствие, ничего странного и страшного в этом нет. А более того, я вам скажу, например, журнал «Космополитен», сложное отношение с его имиджем, так скажем, потому что его как только не называют и журнал для секретарши, и журнал для провинциалок, и такой-сякой. И я, в общем, плохо знаю этот журнал, наверное, сама о нем так думала. Но когда я стала его делать, когда оказалась по ту сторону прикат, и вплотную столкнулась с тем, что мы делаем каждый день, что люди из этой команды делают каждый день, так вот это просто еще одна профессиональная задача, делать вот такой журнал, делать его круто и качественно. Возвращаясь к тому, что на каком языке он разговаривал с женщинами, для чего он был создан и почему он так популярен, поставив в главу своей вселенной ту самую женщину, он решил, что да, окей, на нашей обложке будут селебрити, но они не будут сфотографированы так. И на самом деле это очень тонкие психологические моменты. То есть девушка, которая окажется на обложке Космопольтон, она не будет слишком сильно накрашена, она не будет с какой-то сложной прической. У нее всегда там либо развивающиеся волосы, ну то есть такие свободные, просто чистые, красивые волосы. Она в какой-то желательно цветной одежде, а не в черной, потому что Космопольтон это счастливый бренд, соответственно, черный вообще как бы с точки зрения одежды не очень приветствуется, особенно на обложках. Хотя наша сентябрьская обложка выйдет как раз с черным платьем на ней. В общем, бывают исключения, но потому что есть, конечно, нюансы, каждую новую историю, каждую новую съемку, что-то происходит такое, что вы не могли там предвидеть или задумать, и что пойдет этому человеку или другому. Она должна быть обязательно в живой позе, то есть она не позирует на камеру, она не застывшая, она не смотрит на вас сверху вниз, вот это ключевое. Она должна быть, она должна производить впечатление, что эта девушка, вот, ваша соседка, ваша подруга. И там будет вынесен, скорее всего, совершенно отдельный разговор, это выносы на обложку. И те, кто следят за лекциями в парке Горького, те, кто выполняет творческие задания, я бы хотела, чтобы вы попробовали сымитировать обложку «Смопольтон», придумать к нему 8 выносов. Сейчас объясню, что, в общем-то, это такое, ну, лицо журнала, его обложка, и то, что на нем написано, это, в общем-то, когда вы, если вы погрузитесь в эту индустрию, помните, что вот так вы можете продать ваш журнал. На него решили, было решено, что на него будут выносены самые, ну, такие, как бы, темы, которые волнуют абсолютно всех. Это будет один вынос про секс или про любовь. И это отдельная тема, тема секса и «Космополитон». Многие, опять же, пренебрежительно относятся к тому, что «О, ну, космополитон, это про секс, это же все понятно с вами». И это тоже не очень правильно, на мой взгляд, потому что все хотят заниматься классным сексом, но почему-то никто не хочет об этом говорить. И если учесть, что в нашей стране сексообразования как такового нет никакого, и женщина очень в разных ситуациях оказывается в течение всего взросления и прочее, то, в общем, «Космополитону» можно отдать такую роль, ну, ментора, что ли, может быть, а может быть, просветителя в этой теме. И он по праву его заслужил, на самом деле, потому что и в мире, и везде женщины, конечно же, тянутся туда за этой темой. Не только секс, безусловно, но и романтические отношения вокруг этого. Так что личная жизнь во всех ее проявлениях, будь это брак, будь это отношения с бойфрендом и прочее, это обязательно будет на обложке. Тема красоты — это одна из самых широких тем, которые затрагиваются в журнале, и вообще, на самом деле, до того, как стали появляться профильные журналы о бьюти, «Космополитон» считался такой библией красоты, где все про все рассказывается. Плюс информация эта в журнале, она, ну, как сказать, помимо того, что журнал своей интонации разговаривает на одном языке с читательницей, то есть он должен быть настроен дружелюбно к ней, текст не должен быть слишком серьезным, соответственно, там нужна какая-то доля юмора в нем. Поэтому обязательно одна из вещей, за которые приходит человек к «Космополитон» — это вдохновение и это какие-то готовые решения в этой жизни. Будь то, что купить или что с чем сочетать, но и что делать в такой или такой ситуации. Журнал полон каких-то практических историй, советов, кейсов. Он, в общем-то, и так близок к женщинам. Дальше. Тема карьеры. Это одна из вещей, которая очень сильно развивается в России, и женщины все больше и больше просят нас, наши читательницы все чаще и чаще пишут о том, что мы увеличили этот раздел. Там, безусловно, есть и какие-то статьи о том, как проходить собеседование, как, не знаю, заниматься собственной профориентацией, как двигать себя по карьерной лестнице. Ну и, конечно же, там будут всегда примеры женщин, которые уже многого добились. В общем, они вдохновляют вас на то, чтобы сделать что-то какие-то похожее. Потому что на самом деле, как подсказывает статистика и вообще история, женщины работают, не меньше мужчин в этой стране уже очень-очень много лет. И, в общем-то, мне кажется, могут все. Единственное, что очень мало сообществ, и мы надеемся, что мы занимаемся... Ну, не надеемся, так и есть. Мы, в общем, занимаемся объединением этого сообщества женского, в котором женщины... Потому что сообщество женщин отличается очень сильно от мужчин. Они, мужчины, как правило, не собираются там на Фейсбуке или где-то ВКонтакте и не делятся тем, кто где какой маникюр сделал, кто куда вообще кому пошел, и что лучше... Я не знаю, какая расческа лучше, а может быть... Я не знаю, что еще сделать. Лучше ходить на йогу все-таки или на пилатес? Что более безопасно для твоего тела? Вот женщины постоянно делятся этой информацией друг с другом, и это идет на руку, так скажем, брендам, которые работают женщины, которые продают что-то женщинам. И мы, безусловно, работаем с этим принципом. Потому что мужчины, если они объединяются, как правило, в кейс-сообщества, то они объединяются по немножко другим принципам. Например, они болеют за одну спортивную команду. Или там они коллекционируют что-то одно. И тогда вот они... Но такой потребности в информационном обмене у них нет. Дальше по темам. Конечно, у нас есть тема здоровья и фитнеса. Тут тема тоже, как бы, я думаю, все уже, кто ходит по паркам, я не знаю, змеи с каким-то спортом, поняли, что мы встали на рельсы глобального тренда на здоровый образ жизни. И, соответственно, тоже накладывает на нас обязательства того, что мы будем и пишем об этом больше. Причем, опять же, не оторвано от жизни. То есть мы показываем примеры женщин, которые еще вчера не занимались ничем, сегодня начали, я не знаю, бегать. И как они это делают для того, чтобы не травмировать себя. И заканчивая просто какими-то практическими предложениями, новыми трендами, которые мы открываем для женщин и рассказываем о местах, где можно этим заниматься. Очень важный момент, который есть в Космополитен, это как прожить эту жизнь, не потратив на все вот эти прекрасные вещи типа спорта, одежды и бьюти целое состояние. Потому что все-таки мы массовый продукт, и мы совершенно не рассчитываем на то, что, ну, мы все знаем примерно там средние зарплаты женщин в этой стране, и стараемся предлагать ей что-то, что она может применить к своей жизни. Продавать ей на каждой странице сапоги по 70 тысяч рублей, было бы просто очень-очень глупо. Для этого есть другие журналы, собственно, с которыми мы и не конкурируем. И вот этот баланс того, что вы предлагаете, отслеживать дико важно, потому что вы столкнетесь с тем, что люди, ну, просто не смогут, они просто не будут понимать, что вы хотите им сказать, если вы будете предлагать все время персонального тренера. У тебя, ты хочешь накачать пресс на ней себе персональный тренер, или ты хочешь выглядеть классно, ну да, тебе придется купить там юбку из новой коллекции. Это не совсем то, что мы хотим ей сказать. То, что мы хотим ей сказать, это тебе нужно найти. То есть вот есть какие-то тренды вокруг тебя, и вот способы, как ты можешь найти себя в этих трендах. Вот как ты можешь применить эти вещи к своей жизни непосредственно. И дальше мы изобретаем кучу разных способов подать эту информацию от того, как делать все это бесплатно, не выходя из дома, до того, как, я не знаю, что не выкидывать из своего гардероба, потому что в следующем сезоне это будет классно и модно, как это переработать, и что с этим вообще всем делать. Вот эта практичная, казалось бы, часть, она относится и к тому, какие темы мы выбираем, которые не касаются потребления. Раньше, когда я приступила к работе космопольта, это не сразу, в общем, оказалось очевидным, потому что для того, чтобы создать очень-очень популярный ресурс, вам нужно постоянно изучать свою аудиторию. Что это значит? Я думаю, что онлайн, например, наш сайт, им немножечко проще, потому что они получают моментальный фидбэк на их материалы, сколько лайков, сколько шеров, сколько зашли, сколько посмотрели, кому понравилось, кому понравилось. Также быстро мы, к сожалению, понять не можем, а то для этого разработали кучу разных инструментов, с помощью которых мы смотрим в глаза нашим читателям. Например, мы создали Reader's Night, сейчас временно мы не делаем этого, но вернемся обязательно к этой практике, это когда мы вывешиваем на сайте приглашение в редакцию, просим заполнить какую-то анкету и дальше отбираем людей. Ну, например, вывешиваем сегодня вечером, мы будем разговаривать о том, что делать, если ты осталась одна первый раз в жизни. Например, ты живешь одна первый раз в жизни. И вот, потому что, поверьте, очень многие вещи, о которых мы пишем, именно поэтому и читаются, потому что люди делают вид, что все хорошо, все классно, они об этом не разговаривают, но почитать об этом они готовы, потому что, на самом деле, это находит отклик в их душе. Так вот, Reader's Night, в результате которого мы приглашаем там порядка десяти девушек в редакцию и беседуем с ними, на самом деле, обо всем на свете. Просто это один из шансов посмотреть на своего читателя, поговорить с ними, понять, что женщине вообще хочется и интересного было бы. Другой, ну, конечно, социальные сети тоже мы активно используем, читаем. Другой момент, что в онлайн аудитория немножко другая, и вообще-то, как это ни странно, по исследованиям наше пересечение аудитории с сайтом всего на 5%. Что с этим делать, пока не очень понятно. И тот ресурс, и тот очень большие. И, наверное, отличие в основном в то, что на онлайн ходит чуть более молодая аудитория. Но, тем не менее, и оттуда отзывы мы тоже принимаем во внимание. Дальше, ну, что еще? Существуют всякие мероприятия маркетинговые, потому что, конечно, бренд, ну, уже в контексте, там, 21 века не может просто продавать журнал или что-то и никак не подкреплять это никаким пиаром, никакими мероприятиями и прочее. Одна из штук, которая была придумана в честь 20-летия журнала, это фестиваль Cosmo Life, который пройдет в музеоне. И там будет весь день праздник. Это будет такой оживший журнал Cosmopolitan, где будет куча корнеров, посвященных и карьере, и моде, и психологии и прочее. Почему? Это важно. Не просто для того, чтобы продать журнал. Это важно для того, чтобы, в общем-то, продолжать эту самую миссию сплочения женского сообщества и ее наращивание. Это аудитория. Да, дело даже не в аудитории, а в том, что, например, в прошлом году мы провели такое мероприятие в четырех городах. Мы были в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и в Москве. Стало понятно, что за последние несколько лет в России появилось очень много фестивалей музыкальных, кинофестивалей, куда может прийти почти кто угодно, и, ну, по сути, можно выбрать себе мероприятие по душе и, ну, пойти там, не знаю, заниматься этим тем. Очень мало таргетированных мероприятий, рассчитанных на женскую аудиторию. Как так вышло, я не очень знаю, честно говоря, потому что это очень странно, что женщин гигантское количество, и они очень благодарны слушателям, зрителям, потому что как только вы объявляете, что это праздник для тебя, ты можешь там классно нарядиться, вы объявляете какой-то трес-код, там кучу каких-то конкурсов и прочих активностей, в которых женщины могут поучаствовать. Отклик просто безумный. Много тысяч посетителей было вот в прошлом году, и я надеюсь, в этом году будет еще больше. Но это коротко про то, чем поддерживать, как оффлайн развивать своих читателей, аудиторию, и объединять их, делать то, что интересно им. Вы не просто делаете свой журнал, вы не просто, вот я не знаю, если кто-то из вас будет, это очень, если кто-то из вас ведет блоги или будет вести и захочет сделать что-то чуть больше, чем такая маленькая мишевая история, вам придется думать каждый день о том, какой жизнью живет ваш читатель или слушатель. Важно нарисовать себе прямо портрет, какую музыку она слушает, какое кино она смотрит. И дальше вам станет понятно, какие темы для этого человека выбирать. Потому что, если раньше я могла себе позволить выбрать тему, которая интересна мне, то есть, ну вот, просто, вот мне кажется, классно, например, написать, кто такие ламберсексуалы. Вот был такой тренд, да, на бородатых мужчин. Но мне это интересно, я могу об этом написать в своем инстаграме. Это, ну, просветительская роль, конечно, у вас остается, но в большинстве случаев вам нужно ответить себе на вопрос, вот 80% женщин в России это действительно интересно или нет. Если нет, вы просто забываете об этом. И тут я хотела сказать немного о роли вообще главного редактора в такой индустрии, как глянцевая журналистика. Глянец — это засилье, ну, не засилье, царство. Царство больших и очень мощных брендов. Они существуют, у многих из них огромная сила и очень долгая история, и достойная история. Поэтому, что вообще может изменить один человек, вошедший вот в это царство и диктующий какое-то свое правило? Я сторонник того, что это не журнал имени Полины Сохрановой. И там, я не знаю, журнал GQ — это не журнал имени Кима Вилова. Это большой бренд, у которого есть свои традиции, свои каноны, по которым твоя команда живет. Но какие-то нюансы, безусловно, эту команду создаешь ты. Эти иллюстрации выбираешь ты. Если тебе не нравится то или то, ну, конечно, да, вот оттенок тебя самого, как какое-то отражение будет. Но, опять же, ты каждый раз спрашиваешь себя, это будет им интересно или это просто мне интересно. Так что вот это, наверное, одна из очень-очень важных вещей, которые нужно постоянно про себя проговаривать. И, к сожалению, удовлетворение собственного эго — это классная вещь, и, на самом деле, в глянцевой журналистике есть это место. И, ну, просто я думаю, что это не работает, если ты совсем уж, ну, как бы ориентируешься только на себя и на свой вкус. Потому что, ну, не место вкусовщины, по крайней мере, в таком гигантском бренде, как «Космополитен». Я могу немножко рассказать о том, как вот 20-летие журнала, которое прошло в прошлом году, и, собственно, в этот момент я вскочила в этот веселый автобус под названием «Космополитен», и что мы вообще с ним делали. Дело не было совсем в том, что как-то бренд «Чах» или что-то такое, нет. Но это был очень хороший момент для того, чтобы его укрепить, освежить, и там, укрепить команду и прочее. Мы сделали, я не знаю, следите вы. Вообще, можно я пойму хотя бы чуть-чуть, здесь вообще большинство женщин, вы наверняка когда-то держали в своих руках журнал «Космополитен». Если да, если вы представляете, что это, поднимите, пожалуйста, руки. А, ну то есть, понятно. Я не знаю, следите ли вы за ним последний год, но, в общем, так или иначе, мы сделали новый дизайн журнала, потому что сейчас вообще, если вам придется работать в печатных изданиях, сейчас вообще, конечно, уже такой век, знаете, странный, может быть, сразу надо в онлайн подаваться. Но, тем не менее, те, кому нравится бумага, те, кто верит в нее и видит как-то больше себя там, нужно понимать, что оформление этой страницы, оно, ну, как сказать, очень-очень важно. Именно поэтому с тенденцией там полиграфических очень налицо некоторые вещи. Там, теперь заголовок не вот такой, а вот такой. Теперь он не игровой, там, не «Делу время», или там, не «Читай по губам», а «Что мне сейчас сделать?» Или там, ну, не знаю, какие-то конкретные. То есть, ты ставишь сразу в заголовке вопрос, на который ты будешь дальше отвечать в своей статье. Гораздо с иллюстрациями такая история, что, в принципе, «Космополькин», как я сказала, это счастливый довольно бренд. И это, кстати, очень смешной феномен, потому что, знаете, по нашему сайту, например, очень хорошо видно, что, ну, мы говорим, слушайте, ну, мы же живем вот в этой стране, здесь происходят какие-то не очень хорошие вещи, большинство романов не длятся всю жизнь, я не знаю, люди устают, машины ломают, ну, куча всего, но мы поняли, что аудитория наша, тем не менее, они считают, что они живут в розовом облаке. Они не хотят думать о том, что там люди изменяют друг другу, или, например, что люди врут друг другу. И это вот ужасная вещь, которую я сейчас сказала, к сожалению, она одна из... она лежит в каком-то смысле в ДНК «Космополькин». Это не значит, что мы не пишем о каких-то важных социальных, в том числе, трендах, но вот это вот то, о чем меня часто спрашивают, ну, почему у вас все улыбаются на страницах? Ну, так же не бывает, они такие, как идиоты, все время улыбаются, и это очень странно. Однако, ну, просто проработав полтора года, я сама больше стала улыбаться, это, конечно, можно воспринимать как некое зомбирание, с другой стороны, я не вижу ничего плохого в том, что я думаю, что если людям захочется каких-то ужасов, они посмотрят там телевизор, и там все расскажут. Мы занимаемся как раз-таки вот этим самым вдохновлением наших женщин прекрасных, и рассказываем им о том, что ошибка — это не ошибка, это возможность сделать лучше, то есть что не нужно как-то зацикливаться на неудачах и прочее, а быть все время в движении и совершенствовании себя, и вот это. Опять же, это не значит, что мы не делаем никаких социальных проектов, мы делаем, ну, не просто социальные проекты, а у нас в коллективе были и бывают, работают люди с ограниченными возможностями, мы не стараемся сделать лучше, мы живем на каком-то девятом облаке или что-то такое, мы каждый номер говорим о каких-то тяжелых ситуациях, в которые попадают люди, болезнях, бывает очень разное. И это, конечно, мы стараемся не делать из этого спекуляцию, то есть если мы выбираем, как правило, такую тему, в которую человек может либо попасть, либо если его затронет, ну, потому что как бы то ни было, людям очень нравится читать о том, ну, то, что называют жестью, да, наверное, они все это будут читать, но в космос это все должно закончиться, эта статья должна закончиться тем, что если даже человек не проассоциировал себя с этим текстом, там должна быть, я не знаю, переписка, куда он может обратиться, если он хочет помочь людям, про которых он прочитал, или что он может в этой ситуации сделать, потому что вот одна из очень важных вещей, которые Космополитен не принят, это то, чтобы оставлять людей равнодушными после того, как он... Потому что вообще по-хорошему мы говорим, о да, девушка должна открыть ваш журнал, пролистать его и почувствовать, что она только что, вот, проснулась и выпила классную чашку кофе, и вот, отлично себя чувствует, солнышко светит, все здорово. И это действительно так, мы поднимаем настроение, но мы вовсе не делаем вид, что мы живем где-то, ну, не здесь, а, ну, дозированно, потому что все-таки для того, чтобы писать про жизнь, как она, про жизнь, как она есть, существуют другие издания. Спасибо большое. Я надеюсь, вам эта информация пригодится. Спасибо большое. Отлично всем вечером. Спасибо.